Продолжение следует... Я начну с наших преподавателей. Мы назвали этот протест освободительным и общенародным. И это в первую очередь связано с тем, что требования, которые мы выдвигаем на этом протесте, на этих митингах, это в первую очередь признать выборы нелегитимыми и восстановить в избирательных правах весь Казахстан, все население Казахстана, чтобы у нашего народа были равные избирательные права, такие же, как у всех этих госслужащих с пятилетним стажем, такие же, как у Назарбаева, такие же, как у Капаева и так далее. То есть мы выходим с двумя требованиями. Признать выборы нелегитимными и восстановить в избирательных правах народ Казахстана. Это что значит? Это значит, что нам нужно будет решать вопросы с Конституцией, менять эти законы, которые были приняты Назарбаеву в последние годы, и создавать равные условия для каждого человека в Казахстане, чтобы каждый из нас мог участвовать как в избирательном процессе, как кандидат и как избиратель. Чтобы не создавалось давление, чтобы не создавались принуждения к выборам, чтобы такие, как Аблязов, другие люди могли выйти и точно так же участвовать в избирательном процессе как кандидатов. И вот когда мы выходим с такими требованиями, мы себе отдаём отчёт, что эти требования должны объединять весь народ Казахстана. Мы эти требования заявляем, потому что идёт очередной захват власти, идёт очередной захват власти именно Клана Назарбаева. В принципе, он это успешно делает и делать будет дальше. И мы называем этот протест освободительным, потому что нам сейчас нужно объединяться ради того, чтобы освободиться именно от захвата власти. Я надеюсь, что у нас хорошо слышно, чуть-чуть не видно в комментариях, но надеюсь, что всё нормально. Так вот, друзья, когда мы продумывали название требования этого протеста, когда мы это обсуждали, мы понимали, что идея должна быть объединяющая. И она объединяющая на самом деле. И такая же актуальна, как для Назарба, такая же актуальна, как для любых-любых организаций партии. Она такая же актуальна, как для тех людей, которые сегодня сюда подстаивают свои права, заявляют свои права на создание партии, других организаций. То есть это объединяющая идея, которая каждому казахстанцу должна быть близка. И мы его называем освободительным именно потому, что мы не хотим допустить очередной захват власти и очередную узурпацию власти. Прекрасно понимаю, что впереди нас ожидает монархическая власть в лице дороги Назарбаева и так далее. И именно эти требования будут легитимными для международного сообщества. Ведь мы не призываем к свержению власти, мы призываем вернуть нам наши конституционные права. Мы призываем вернуть нам наши избирательные права сделать так, как это делается во всем цивилизованном мире. Чтобы каждый человек в Казахстане обладал равными правами, такими же, как Назарбаев, такими же, как Катай, и мог быть избранным президентом, и мог избирать по собственной воле. А не таким образом, когда сегодня наблюдается повсеместно классификации, обман, принуждение голосования, когда наши персональные данные собирают обманным способом. И всё это в совокупности работает на захват власти. Вот это наши требования. Они очень простые, они очень ясные, и они будут внимательно изучены международным сообществом. И, естественно, они будут поддержаны, потому что они соответствуют всем международным конвенциям. Мы не призываем к никаким неконституционным решениям. Мы призываем лишь к одному — восстановить права жителей Казахстана, населения Казахстана. И это нормально будет воспринято во всем мире абсолютно адекватно. Но только в нашей стране считается, что это какие-то радикальные требования, радикальные лозунги. Причём эти лозунги считают радикальными, никто и мы как правозащитники. Люди, которые позиционируют себя правозащитниками, люди, которые позиционируют себя оппозицией. Понимаете? На самом деле всё очень просто и довольно понятно. Это о наших требованиях. Теперь хотелось бы поговорить о том, почему мы не против каких-то объединений, созданий партии и так далее, но мы против того, чтобы люди, какие-то Казахстана, вводили в заблуждение народ и создавали возможность этому режиму для осуществления вот такого бандитского склассифицированного захвата власти. Мы против того, чтобы люди, как Казахстана, путали население и создавали картинку легитимного выбора. Понимаете? И возможности легитимных выборов. Это будет декорация демокрации, это будет декорация свободы. И, конечно, мы не можем допустить, чтобы многие годы, когда именно таким способом власть добивалась успеха, с одних выборов до других, используя всевозможные декорации для того, чтобы показать заповедную картинку, мы не можем допустить эту декорацию в очередной раз. Когда многие лидеры мнения здесь не понимают и заблуждаются, думают, что это какая-то война спасанного, это какая-то война с какими-то персональными. Нет, ребята, это не война спасанного. Это всего лишь навсего попытка разоблачить режим, его в том, чтобы организовать людей, организовать какие-то силы для того, чтобы заново заплатить власть. И мы прекрасно видим, что эти силы прекрасно организовываются. Если смотреть на избирательную кампанию Амиржаны Косановы, видно, что она вся срежиссирована, видно, что ей помогают, видно, что сегодня на стороне этого кандидата работают явно провластные структуры, явно нуратановцы работают. Мы понимаем это. И тот же самый господин Дуванов понимает и называет это «криатурой власти», открыто говорит, что Косанов является «криатурой власти». Но при этом он почему-то говорит, что это для нас возможность. То есть у людей появляется какая-то немыслимая каша в голове. С одной стороны, понимая, что это «криатурой власти», они всё-таки продолжают настаивать, что эта возможность для народа каким-то образом повлиять на избирательный процесс, повлиять на легитимность этих выборов. Это не просто заблуждение, это какой-то намеренный обман для того, чтобы запутать население. Мы многие годы это видели. Поэтому сегодня демократический выбор Казахстана не занимается там войной с Косавом. Мы занимаемся разоблачением, в первую очередь, режима и методов режима, его подручных, его кукол, его людей, которые по мне используют, для того, чтобы этот захват власти осуществил. Далее я бы хотела сказать о наблюдателе. Есть большое и очень серьёзное заблуждение со стороны людей, и, к сожалению, в это заблуждение ввели людей законопослушных. Людей, которые искренне хотят участвовать, людей, которые искренне хотят своими гражданскими инициативами повлиять на процессы. Это говорит о том, что эти люди никогда не участвовали, никогда не были наблюдателями, никогда не участвовали в этом процессе. А если участвовали и продолжать к этому призвать, значит, эти люди, ну, не обхлаяли. Давайте просто из обычной житейской логики будем рассуждать. 10 тысяч избирательных участков, это означает, что хотя бы по 3 на каждый участок надо поставить избиратели, где-то больше, где-то меньше. Я говорю в среднем. Есть большие избирательные участки, есть маленькие. Хотя бы в среднем по 3 человека поставить на избирательные участки, это 30 тысяч человек. Что такое 30 тысяч подготовленных, обученных, готовых целый день с самого утра и до позднего вечера, до ночи глубокой людей сидеть на избирательном участке, осуществлять наблюдение за этим процессом, грамотно его осуществлять, честно его осуществлять, честно его транслировать. Это невозможная, непосильная никому задача. Если бы такая задача была посильной, я бы сегодня сказала, да, вот смотрите, какие молодцы, тот же самый Касанов, понимая, что он баллотируется, понимая, что он является действующим кандидатом, зарегистрированный, он бы создал структуру. И если бы мы в этой структуре видели штабы, которые занимаются организацией этого процесса, этих штабов у нас нет. Более того, Касанов не смог даже показать штаб, который занимался сбором подписей. Нет такого штаба, нет таких людей, нет этой деятельности, нет, нигде не зафиксировано, ни на одном видео, ни в одном, ни в таком материале не зафиксирована действующая работа штаба, который занимается сбором подписей. Соответственно, точно так же нет ни одного штаба, который занимается подготовкой наблюдателей. Эти наблюдатели уже где-то есть, уже где-то там одеты в свои таблички, в свои какие-то единые там маечки, кепочки, как это у нас любят на рекламе, и подготовлены к этой работе. Проходят какие-то ликбезы и так далее. Это есть, но этого очень мало. Этим занимаются общественные структуры, только не штаб Касанова. Этим занимаются единичные лидеры, этим занимаются какие-то люди, которые случайные, которые есть или не хотят помочь, да, идут в наблюдатель. Возьмём миску, большая организация, 50 человек. Наблюдателей 50 человек. Хорошо, дальше как? 30 тысяч надо собрать. Где берём 30 тысяч? На этом деле. Вот сейчас Гермек нарывает, транслирует списки со штабами. Там указаны телефоны, там указаны ещё какие-то люди в регионах, которые якобы занимаются этой деятельностью. Вот кому не лень, пожалуйста, обратитесь туда, в эти штабы, позвоните и убедитесь, что сейчас в этих штабах отсидит несколько десятков человек. Это хорошо, если так. Это хорошо, если у нас сейчас в регионах, в каждом, есть 20-50 наблюдателей, которые готовы сидеть и осуществлять наблюдения за этим процессом. Что это означает? Это означает, что страна соберёт максимум 300 человек наблюдателей. Максимум. Соберёт 300 человек, которые пойдут. Даже если страна соберёт тысячу человек, давайте будем реалистами. Мы собрали тысячу человек в качестве наблюдателей. 10 тысяч наблюдательных участков. Где гарантия, что тысячи людей смогут осуществить правильное наблюдение, зафиксировать все нарушения? Где? Ну давайте будем реалистами. Это невозможно. Абсолютно невозможно. И теперь посмотрим на ту сторону, Мануратан. Разумеется, с той стороны будут тысячи и тысячи этих людей. Почему? Потому что они будут меняться, они будут отдыхать, их будет много, у них будет техника, у них будут СМИ, у них будут в руках абсолютно все инструменты для того, чтобы доказать населению, доказать окружающему миру, внешнему миру, о том, что в Казахстане идут легитимные миру. И потом именно эти люди в качестве наблюдателей, мы видели миллион раз доказательства, что Мануратан прекрасно использует подставных лиц, тетушек и так далее, которые транслируют народу, общественности, Западу, мысль о том, что в Казахстане все прекрасно. Вот, пожалуйста, последняя акция, мне напоминает, как она хорошо была этими муратановскими. Немедленно в этот же день они сняли такую же роль. Вы можете себе представить, какие возможности у людей? Это же режим, у него огромная возможность. И мы точно понимаем, что создать армию наблюдателей, создать армию, устроить битву, как там кричит Нармвай, сумасшедшая вообще человек, устроить эту битву невозможно, потому что этих наблюдателей мы не соберём. Мы, штаб ДВК, мы все эти варианты просчитываем. Я хочу сказать, что у нас есть инфраструктура, мы работаем с регионами. Я утром встаю, у меня в моём Телеграм, только под аккаунтом Жанна Бута, около 500 сообщений только с утра. И ещё под аккаунтом штаба около полутора тысяч сообщений. Мы работаем с населением. Так начинается наше утро. И когда я общаюсь у себя в аккаунте с людьми, я точно знаю, кто у меня есть в Казаларде, кто у меня есть в Караганде, кому я могу написать русскому на гост, кому я могу написать в город Рудный. У меня десятки активистов. Во всех регионах я точно знаю, что у меня есть такой ресурс, как у корзинатора штаба. И даже мы, имея такой ресурс, мы понимали, что создать наблюдателей мы не сможем. В первую очередь потому, что на людей будут оказывать давление. И люди, которые сегодня пойдут наблюдателями, они точно так же будут подвергнуты давлению. И только те люди, которых сегодня будут заявлять, заинтересованы в этих выборах режим и прогласной структуры, тех людей не будут трогать. Вот такая правда жизни, мы все её знаем. И когда сегодня большое количество моих друзей заблуждается и говорит о том, что надо идти наблюдателем, надо это всё наблюдать, нас в этот раз будет много, мы никогда не осуществляли массовые наблюдения, мы сейчас их всех зафиксируем, и потом сможем доказать, и власть вынуждена говорить, не сможет, ребята. Я вам скажу по опыту ЛСБП. Они везде проиграли выборы, естественно, парламентские, и везде судились. Везде. Десятки судов, десятки. Вы где-нибудь видели, что Казабек Санбетбай писал о том, что модель на судах, они проиграли. Я тогда задавала Казабеку в 16-м году. Казабеку, почему вы не публикуете, что вы там суды проиграли, здесь суды проиграли, и вообще суды подавали? Да, подавали, мы везде проиграли. Почему вы не пишете? Ясно почему. Потому что следующие выборы надо будет опять сидеть и кричать на каждом углу. приходите на избирательные участки, будьте наблюдателем, будьте такими, будьте вот такими. Понимаете, это всё спланировано, организовано ежегодно, каждый векторальный период. Это всё осуществляется только потому, что это срежиссировано властями. Следующий шаг, который будет совершён после вот этих выборов, следующий цирк, это уже будут парламентские выборы, о них уже заранее говорил БАПИ, о них уже заранее говорил Туланок, об этих парламентских выборах уже кто только не говорит, все говорят о них. То есть это означает, что команда Касанова, команда БАПИ зашла на длинную дистанцию, и они будут везде идти дальше, создавать легитимность и тем, и другим процессом. Мы, конечно, можем сколько угодно надеяться на то, что с властями можно пойти и поиграть в честные наблюдатели, в честные суды, в честные результаты голосования. Нам уже 30 лет вешают, так сказать, лапшу на уши, мы с этой лапшой 30 лет живём, 30 лет продолжаем в это верить. Друзья, у нас должно быть уже другие способы. Мы, демократический выбор Казахстана, этот способ вам предлагаем. Мы на протяжении полутора лет показываем, что этот способ работает. Мы выводим людей на площади, мы проводим акции, мы показываем, что именно этот способ объединяет народ. И такой способ объединяет народ по-настоящему, делает наш народ сильнее, делает наш народ организованнее, взрослее и грамотнее именно в политической борьбе. И вот я хочу перейти как раз-таки к теме о демократическом выборе Казахстана. Был такой вопрос у Сергея Дуванова, вошедший в дебатах с Макаром Улязом, о команде. Я хочу на него ответить, потому что лично меня этот вопрос, его очень сильно задел. Задел меня очень больно, будем так говорить. Я расскажу. Вообще такие вещи надо понимать структурно. Есть движение «Демократический выбор Казахстана». Это движение объединяет под собой огромное количество людей. Если бы сегодня нам разрешили делать легитимные опросы, никто бы за это не пострадал, ни одно СМИ, ни Дуванов, ни кто-то там ещё. И людей бы спросили на улицах, в СМИ, в социальных сетях и так далее, спросили бы открыто, кого вы поддерживаете? Демократический выбор Казахстана, Касанова или Капаева? Скажите мне, если бы за это не преследовали, и если бы все СМИ сегодня ринулись выбрать такие опросы, какие были бы результаты? Результаты были бы однозначны. Подавляющее большинство населения проголосовало бы за ДВК. Именно за ДВК, понимаете? Проголосовали бы с радостью, если бы это было разрешено. Если бы это было вегетимно. И когда ДВК, понимая прекрасно, что мы являемся запрещённой организацией, задаёт этот вопрос с таким тоном, с таким недоверием, с таким обесцениванием и говорит, а где же ДВК, там же только вы, только кроме облязывания, это оскорбление. Потому что тысячи людей выходят на площади, тысячи людей рискуют, тысячи людей на протяжении этих полутора лет остаются с нами постоянно на контакте, совершают какие-то немыслимые подвиги, показывают своими поступками, что объединяться надо, можно, и можно это делать только на площадях. Но именно Дуванов видит в этом движении одного-единственного человека, облязывания. Это я называю оскорблением, это плеводка в народ. Народ, несмотря на то, что нас запретили, признали экстремистами, несмотря на то, что сажают, несмотря на то, что преследуют, народ нас поддерживает, поддерживает грязкую свободу и так далее. Но Дуванов этого не видит, он видит одного человека, облязывания. Хорошо, идём дальше. Это я говорила сейчас о движении. Теперь я хочу поговорить о команде ДВК. Что такое команда ДВК? Это команда, которая организует процесс, организует его для того, чтобы он стал возможным, чтобы стали возможными все эти митинеры, все эти протесты, все эти акции. Ни одна акция не может стать просто так вот возможной, без поддержки. Когда Медина Базаргалиева вышла со своим кэштегом, значит, такая, ну, президент, и тогда именно ДВК-шники набросились и раскрутили эту акцию. Не потому, что там Облязов себе присвоил или ещё что-то, как люди любят говорить об этом. Это я называю таких людей дилетантами от политической борьбы. То есть в политической борьбе эти люди дилетанты. И когда они говорят, что как так, Облязов себе присвоил, это нормальный процесс. Медина вышла, произнесла эти слова, люди их услышали. И в первую очередь ДВК-шники побежали и стали делать такие же точные челленджи, запускать. И мы видели, сколько людей, сотни людей опубликовали видео с этим челленджем. Разве это плохо? Это же нормально. Это и есть объединяющий момент. Это элемент борьбы. Когда Ася Тульесова вместе с Биборисом вышли с этим плакатом, и ребят закрыли, в судах стояли наши ребята. Наши ребята ДВК-шники, не дожидаясь каких-то там команд возгласов, призывов и так далее, они побежали в суды, потому что мы уже как организация знаем, как действовать. Мы понимаем, что это объединяющий процесс. И мы будем поддерживать всех, любые протестные движения, которые только существуют в стране, для того, чтобы их усилить и объединить, консолидировать эти силы. Это нормально и правильно, потому что так работает любая политическая сила, которая сегодня нацелена на смену режима. Именно поэтому ДВК в первую очередь поддержал материн. Но какое встречается сопротивление, какое безумное сопротивление, это просто, ну, это понятно, да, потому что нас всё-таки называют экстремистской организацией. Это понятно. Так вот, команда ДВК, она занимается организацией всех этих процессов. Наша команда более полутора лет формирует новости, формирует какие-то новостные, организовывает новостные какие-то процессы. У нас есть и свои телевизионные новости сегодня. Мы присутствуем во всех социальных сетях, мы публикуем статьи, мы разоблачаем этот режим. Мы разоблачали этот режим столько раз, мы предоставили такое огромное количество доказательств, разоблачая практически ежедневно. Это делал Аблязов сначала одиночка. Он сидел из эфира в эфир разоблачал этот режим, он показывал в цифрах, он показывал в фактах, сколько своровано, кем своровано, каким способом, какие схемы применяют этот режим для подавления, для воровства, для вывода денег зарубежья. Эти знания имеют накопительный эффект. Не признавать этот эффект это быть либо дилетантом, либо врагом. Понимаете, я, например, эти вещи обнозначно хочу назвать. И мы за эти годы создали, вот за эти два года, мы создали большой накопительный эффект. Простите, никто в стране этим не занимался системно, последовательно, на фактах. Никто не мог себе позволить так заниматься. Мы видим прекрасно, что в стране закрыты все смы, что наши СМИ все транслируют ложь. Наши СМИ транслируют только в государственную пропаганду. Нас блокируют не потому, что там лично Облязова боятся, как пытался доказать Дуван, а потому, что мы несем слишком много информации, слишком много информации, разоблачающей эту приженную. Вот на сегодняшний день канал 1612, канал Мухтара Облязова, все наши паблики в социальных сетях блокируют настолько иезуитским способом. Это работает огромная команда для того, чтобы блокировать наши эфиры. Вы обратите внимание, какие просмотры у нас сейчас. Наши новости набирали 3,5 миллиона просмотров, 2,5 миллиона просмотров, миллион. Вы понимаете, что сегодня наши новости набирают 50 тысяч. Мы ведем большую работу сегодня с администрацией YouTube, потому что там однозначно стопроцентно работают хакеры, хакеры работают, мы провели расследование. Нам наши друзья, позиционеры из России показали, как это действует, показали, как это работает. И наши просмотры скручивают, понимаете, скручивают, откручивают назад эти лайки и так далее. К счастью, это не сказывается на истинной картине просмотров, но это все равно тяжело. Понимаете, когда люди заходят и пишут нам в комментариях «Только что поставил лайк, он исчез». Куда делся мой комментарий, понимаете? Потому что на нас работает целая машина государственная для того, чтобы остановить вещание наших новостей. Нас блокируют, нам скручивают просмотры, наши каналы без конца атакуют, мы работаем для того, чтобы закрыть тот или иной канал. Мы постоянно работаем с жалобами, постоянно работаем с жалобами. Это очень сложно. Это делает команда, ДВК. Это делает новостная команда ДВК. Это делает команда ДВК, которая занимается организацией новостного процесса. Но есть и другая команда, ведь у нас есть инфраструктура, у нас есть обмены в чате, в нашем чате активист ДВК. У нас там, если зайти в чат и зайти в навигатор, вы увидите, какое огромное количество канала ссылок работает в этом чате. И что на любую тему абсолютно можно найти ответы. Хотите получить знания о программах ДВК? Окей, там есть такой навигатор, есть такая ссылка, вы получите. Хотите прослушать эфиры? Окей, заходите, там есть ответы, и под ответами тоже можно найти. Хотите отдельно прослушать эфиры же работы, хорошо, они есть отдельно. Хотите прослушать информацию, как работать с полицией, и так далее, советы юриста, да, есть и такая ссылка. Эта инфраструктура, она не создается одним человеком, она создается командой. Когда я пришла в демократический выбор Казахстана, уже не просто как сторонница, а как член команды, я сейчас буду говорить только о той команде, которая существует в Киеве, только о той команде, которую, работу которой координирую я. Я пришла в январе 2018 года, я была одна, совершенно одна. Я пыталась объединиться, я писала, к тому же Айдосу писала, Наташу писала, я пыталась найти людей, с которыми можно было бы здесь начать эту деятельность, мне никто не ответил. И я искала, начиная от одного человека, по крупицам собирала эту команду. Сейчас я могу смело сказать, что в нашей команде работают исключительно профессионалы, с разных стран, со всего СНГ работают у нас ребята. Но это мегапрофессионалы, люди с таким опытом. И я могу сегодня смело сказать, да, я горжусь этой командой, потому что, простите, я её создавала. И для того, чтобы создать эту команду, мы пережили очень многое. И почему господин Дуванов пытается сегодня обесценить эту работу? Потому что эту команду не видно, потому что ему хочется знать имена, потому что ему хочется знать фамилии. Да, на сегодняшний день только я остаюсь публичным лицом всей нашей команды, Мактара Блязов и Булата Табак. Но таких людей могло быть много. Таких людей должно быть много, если бы люди не боялись. Если бы сюда в Киев ехали, а я, между прочим, постоянно об этом говорю, приезжайте, нам нужны такие специалисты, нам нужны такие специалисты. А ведь никто не едет и не хочет становиться публичным лицом, потому что всем страшно. И мне очень страшно. Я очень долгое время скрывала, что я работаю в ГВК. Я очень долгое время скрывала, чем я занимаюсь в ГВК, какую работу, какую деятельность я тут осуществляю. потому что это нормально. Мы имеем дело с тоталитарным режимом, с такой диктатурой, которая вообще несусветная диктатура, с которой бороться очень сложно. И понимая, что мы имеем дело с тоталитарным режимом, нам продолжают задавать вопрос, наиглупейший вопрос. Где ваши лидеры? Покажите ваших лидерам. И теперь я хочу рассказать о лидерах. Что значит создавать политическую организацию с лидерами? Это значит обречь такую организацию на позор, обречь такую организацию на уничтожение. Давайте мы завтра выставим лидеров в Казахстане и скажем, вот наши лидеры, вот смотрите, вот там такой, такой, такой человек является нашими лидерами. Назовем их по именам, сделаем их публично. Они, как я, будут выступать в прямых эфирах и рассказывать, как правильно проводить лидеры. Что с ними сделать? Их, естественно, немедленно уничтожат. Их уничтожат. И что будет с организацией? Ничего. Организация перестанет существовать. Просто перестанет существовать. Это правило каталитарного строя. Если мы хотим создать сильную организацию, мы все должны стать лидерами. Мы все должны стать бойцами и лидерами. Каждый сам себе лидер. В этом сила нашего движения. С первого дня, Мухтар Абразов говорил, нам нужны десятки тысяч лидеров на местах. Мы должны вырастить этих лидеров на местах. Если честно, мне было страшно. Я была уверена, что такое не получится. Но посмотрите, что сегодня происходит в нашей стране. В наших регионах повсеместно, везде, есть люди, которые знают, как вести себя с полицией, как убеждать людей вступить в ДВК, о чем наша программа, какие наши задачи, цели и так далее. Наши люди знают, как дойти до места митинга, чтобы не быть пойманными. Они сегодня занимаются самоорганизацией, они сегодня этот процесс осуществляют сами на местах. Не Мухтар Абразов за них этот процесс осуществляет, не я. Они сами на своих местах осуществляют этот процесс. Это и есть лидеры. Да, немного мало, еще не хватает. Но уже мы смело можем говорить, что они есть у нас в каждом регионе. Есть лидеры в каждом регионе, у Касанова, у Нарумбая какого-то там. Есть они где-то, покажите мне этих лидеров, с которыми они ведут вот такую работу. Есть эти люди, эти штабы, где с утра встают целая команда и начинают работать с лидерами в регионах. Рассказывают, подсказывают, поддерживают и так далее. Решат правозащитет, решительные вопросы, решать организационные вопросы, обучать грамоте, политической грамоте, юридической грамоте, правовой грамоте. Есть такие лидеры? Нет. Что умеют наши лидеры? Они умеют многое. Они умеют общаться с международным сообществом, обращаться за поддержкой, писать коллективные письма, рассказывать о том, что происходит в Казахстане. Они становятся делегатами от этого сообщества, здесь, там, на территории Казахстана. Наши лидеры умеют объединяться, прибегать на выручку тем, кто пострадал, помогать материально, помогать знаниями. Это и есть лидеры, в этом и есть сила нашей организации. Кто может сегодня сказать, я, знаете, я общаюсь с очень многими, с очень-очень многими оппозиционерами со всего СНГ. наш опыт уникальный, у нас сегодня учится. Мы создали чат, через который сумели объединить тысячи и тысячи людей. И если завтра нам скажут, можно открыто голосовать за ДВК, вот вам завтра возьмут и объявят, в стране демократии голосуйте, у вас за это не будут преследовать. Вы думаете, за нас не проголосуют миллионы? Вы спрашивали про миллион, Сергей Дуванов. Он у нас есть, и не один миллион, а миллионы. Нас поддерживают миллионы. И только в условиях вот этого тоталитарного режима миллионы не выходят. Мы выберем, обязательно выберем. Мы поддержку получили, и никто, ни одна организация в стране такую поддержку получить не смогла до сих пор. И мы делаем всё правильно. Сегодня мы, демократический выбор Казахстана, это не Махтар обратил, это огромное количество людей, которые выходят сами за себя, за своё будущее, за нашу страну, за наш народ. Именно поэтому мы назвали этот протест освободительным, общенародным. Потому что на 9 и 10 июня пересекаются интересы всего казахстанского народа, кроме той жалкой верхушки, которая сегодня держится, цепляется за эту власть. И даже те же люди из полиции, из госслужбы, из национальных компаний, из КНБ, они все с нами на связи. А там тоже есть люди, которые хотят перемен, ждут этих перемен, надеются на нас. Понимаете? Потому что сегодня абсолютно подавляющее большинство людей хотят этих перемен. И эти перемены у нас будут, несмотря на что. И любая попытка сегодня обесценить все эти процессы, которые в народе есть, появились, уже идут, уже наш народ изменить невозможно. Везде, повсеместно проснулись люди. Если вы не заметили, мы проводили акции каждый месяц, вы не представляете, какой это труд. Наши ребята, попытались дуаном все это свести к каким-то зарплатам, к каким-то вознаграждениям, финансам и так далее. У нас ребята ползком ходят сейчас. Вы не представляете, во что превратилась команда. Мы буквально на износе вся команда, потому что акции идут каждый месяц. Каждую акцию надо организовать. Даже колпак на Новый год надеть нужно написать требования, нужно написать картинки, снять ролики, рассказать об этом тысячу раз на всех каналах. Это все требует времени, это все требует затрат человеческих ресурсов, включенности, креатива, в конце концов. Это все делают люди. И мы это делали каждый месяц. И вы думаете, что протесты, протестное настроение родилось само по себе. Да нет, ребята, так не бывает. Кто-то очень упорно и долго работал, делал огромную работу, кропотливо и последовательно, вовлекал в эту работу тысячи и тысячи людей. Не всегда успешно, но точно работал. Работал, не переставая, так же, как и сейчас. Мы работаем, не переставая, выходные, праздники, ночь и так далее. Потому что у нас людей задерживают, у нас с людьми происходят постоянные какие-то процессы идут. Это люди, это жизнь, это живой организм. И только такие сновы, только такие недалекие люди, которые хотят помешать нашим процессам, они пытаются это все обесценить. Они видят одного облязывая, ни разу не побывав в нашем чате, ни разу не удостоверившись, что работает команда и так далее. Но вот здесь понятно, с лидерами я тоже уже вам все объяснила. Лидеры — это весь казахстан. Лидеры — это те люди, которые пошли за нами. Каждый человек внутри принимает решения и становится лидером для себя самого. Сам себя обучает, как защитить от полиции, как выходить на площадь, что делать на этой площади и так далее. Это все они находят в нашем чате, в наших пабликах и так далее. И я хочу сказать под конец о нашем протесте и назвать пять главных требования. Мы будем всю следующую неделю ежедневно транслировать инструкции. Ежедневно. Мы их и сейчас создаем в большом количестве. Они у нас есть. Люди уже знают, куда выходить, что делать, как стоять и так далее. Но мы будем это все еще более детально рассказывать и транслировать ежедневно каждый день вплоть до 9-го числа. И 9-го, 10-го числа мы тоже будем вместе с вами, мы будем по всей, по мере возможностей доносить информацию и оставаться с вами на связи. Так вот, я хочу назвать пять главных требований, чтобы этот протест общенародный и освободительный стал успешным. Правило номер один. Я прошу запомнить всех людей, которые будут завтра участвовать в этот протест. Правило номер один. Мы собираемся ровно в том месте, которое мы указали, в наших рекламах. Мы собираемся только там, где мы указали. И только на том перекрёстке, который обозначен в рекламных буклетах. Я сейчас скажу про Алматы и остальные. Остальные города с понедельника в рекламных роликах, плакатах и так далее вы получите и увидите. И найдёте, если захотите, всю информацию на канале 16.12 у Натара Обрядова, в YouTube, в Instagram, в любом паблике социальных сетях. Мы выходим в Алматы на улицу Тулебиль и Аблаихана. Именно с этой стороны мы собираемся на площади. Мы будем протестовать на старой площади Астана. Именно с этой стороны мы выходим. Далее Астана. Мы там выходим к молодёжному комплексу Жеста. И там мы собираемся со стороны проспекта Республики и Абая. Вот это места, которые обозначены. И именно в эти места мы собираемся. Это требование номер один. Мы собираемся строго в тех местах, которые были указаны. Требование номер два. Никто не опаздывает. Митинг, протест назначен на 12.00 по времени Астаны и по всему Казахстану. Никто не опаздывает для того, чтобы участвовать в процессе полноценно, для того, чтобы вас не арестовали, для того, чтобы вы не были отсечены от массового митинга. Вам необходимо собираться ровно в том месте и ровно в то время, которое мы оказали. 12 часов дня. Не опаздывайте. Это главное требование. Сделайте всё, чтобы не опоздать. Далее требование номер три. Оно является крайне важным и это самый главный залог нашего успеха. Я обращалась к автомобилистам. Друзья, в 12.00 по всей стране единовременно необходимо сигналить, создать сигнал, единовременный сигнал. Все автомобили должны на протяжении 10-15 минут подавать сигнал. Что это даст? Это даст огромное чувство солидарности. Это даст старт к освободительному протесту и вы будете теми вестниками свободы, освободительного движения, которое началось по всей стране. И если в 12.00 все автомобилисты одновременно будут сигналить, то значит у нас залог успеха будет обеспечен уже на 50%. Потому что в этот момент огромное количество людей услышит вас и поймёт, что надо присоединяться. огромное количество людей почувствует этот дух единства. И те, кто будут стоять рядом, они тоже подадут сигнал. Это важная часть нашего протеста. Четвёртый пункт. Это тоже наиболее важный пункт нашего протеста. Обязательно нужно его использовать. И снова обращаюсь всех автомобилистов. Друзья, пожалуйста, начните замедлять движение, начните замедлять ход движения своих автомобилей и блокируйте улицы. Особенно в тех местах, которые мы обозначили в качестве протеста. В местах протеста, в местах там, где мы близко к протесту какие-то улицы расположены. Надо замедлить движение и создать пробки. Эти пробки заблокируют улицы и создадут доступ к протесту большим массам людей, тысячам людей, которые будут идти на этот протест. Сделайте это. Это поможет всем. Я прошу всех друзей наших сторонников, тех, кто заинтересован в этом протест, идите на протест со своими автомобилями, участвуйте в протесте как автомобилисты. Автомобилисты будут залогом успеха. Сделайте это и будет достигнуто очень много. И пятое требование, которое тоже является очень важным, и оно становится единым для всех протестов, мы только в центре, мы по всем регионам. Все эти требования крайне важны для всех регионов. Я прошу их запомнить, мы их будем печатать, публиковать, рассказывать много-много раз, повторим их еще. И я хочу, чтобы вы запомнили. Пятое требование. Никто никуда не идет, не передвигается, не начинает шествия, не совершает никаких передвижений. Мы собираемся ровно в тех местах, которые указаны. Никогда не надо уходить, тем более на узкие улицы, до тех пор, пока не накоплена критическая масса людей, до тех пор, пока нас не стоит там тысячи. Когда нас там тысячи, когда только можно начинать движение уверенно, когда мы видим, что полиция уже отступает, когда мы понимаем, что мы набрали такую массу, которую сломить будет невозможно, только тогда мы начинаем какие-то движения. В Алматы в этот момент мы можем создавать давление заходить на площадь. Если нас на площади стало еще больше, значит, мы можем идти дальше, мы можем идти в сторону Акима. Это все мы еще проговорили, но самое главное требование не начинать никаких движений, передвижений до той минуты, пока нас не стало много. Это касается всех регионов. Как только вы почувствовали, что действительно вас много, тысячи и тысячи, и только в этот момент можно дальше что-либо делать. Вот это пять основных требований, которые я хотела вам рассказать и которые будем мы повторять многократно всю эту неделю и которые мы везде опубликуем. И я хочу сказать, что сейчас всю информацию, которая есть о митинге, мы даем ее более детально, мы даем более детальную информацию, что одевать на протест, что с собой брать, как простоять там ночь, вплоть до того, как справлять свою нужду. Мы даем настолько детальную и развернутую информацию, это все можно найти в наших эфирах. И я прошу постоянно наблюдать за эфирами канала 16-12, за эфирами канала Мухтара Облязова, инстаграма Мухтара Облязова. Следите за моей страницей, все это мы будем голосить. И я хочу призвать всех своих друзей выбирайте протест. Не надо идти на участки и создавать легитимный фонд этому режиму. Не надо создавать им возможность. Возможность это мы народ. Мы народ сегодня возможность перемен. До тех пор, пока люди не понимают и не верят в силу народа. Они наши противники, такие как Дуванов, такие как все остальные, они не верят, они не понимают, что народ уже давно креп и стал сильным. Мы сегодня везде и повсеместно видим проявление протеста. Какой креативный протест транслирует наша молодежь, какие креативные форумы рождаются каждый день и сколько находят поддержки эти форумы. Это не просто так, это потому, что у каждого накипело, и каждому важно иметь выбор. и я прошу этот выбор сделать в пользу наших площадей, в пользу объединения народа, на площадях в пользу освободительного протеста. Это вот все, что я хотела вам сегодня сказать. И с этого дня мы ежедневно будем выходить в прямые эфиры и рассказывать все детали этого митинга до тех пор, пока каждый в стране наизусть не будет знать, как и зачем мы это делаем. Спасибо всем вам. До свидания. До свидания.